Красный треугольник и мы направляемся в мастерскую Анны Красной. Очень интересного автора, который у меня вызывает смешанные ощущения. На разных выставках разные впечатления от ее творчества. У меня тоже, потому что когда я только познакомился с ее работами на одной из выставок, у меня было очень осторожное отношение к ее искусству. Но надо ближе знакомиться с художником и всей палитрой его творчества. Поэтому пойдемте посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда меня спрашивают, в каком направлении я относится, я отвечаю бодро, я художник-реалист. Потому что я рисую реальность, но немного пропущенная через призму своего сознания. Это просто отображение моей реальности. Она на данный момент такая. Она вот ключевое слово «спокойный». То есть это вот созерцание момента, где... Это точка отсчета, от которой что-то пляшет, что-то происходит, и зритель уже рефлексирует на эти темы сам. В зависимости от его воспитания, его культурной образованности, его вообще отношения к миру, к людям, к животным, к чему угодно, уже идет рефлексия. То есть каждый зритель видит в каждой работе свои какие-то образы, хотя автор закладывал изначально другие. Но это очень даже интересно, потому что происходит уже, во-первых, диалог, во-вторых, рефлексии есть, это два, это уже хорошо. И уже, может быть, уже в этом диалоге рождаются какие-то новые образы. Ну, я думаю, что вот каждая серия это есть. После этого диалога со зрителем, вот я закончила серию, да, у нас начался диалог, все, естественно, идет через людей, через события, пообщался на эту тему, и уже возникла какая-то следующая серия. То есть я опираясь на это, у меня возникает своя уже рефлексия. Я уже делаю следующую серию, именно основываясь на знаниях полученных. То есть это какой-то такой постепенный процесс, идущий по ступенькам. То есть нельзя ни на какую-то перепрыгнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Какие-то зрительные образы накладываются, 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 и получается, как пленка. Какой-то хоба, и картинка в голове. Ну, то есть она сначала мутная немножко, потом я ее так немножко собираю, 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 что я хотела бы это, ну, и зарисовываю, и уже пошло-поехало. Если мы живем в городе Санкт-Петербург, и у нас куча выдающихся художников, как мы знаем, воровать друг друга нехорошо, не благословляют. Можно аллюзии делать, вот, Магрит, пожалуйста, Джефф Кунс, пожалуйста, но вот аллюзии делать на, там, не знаю, Дашевского, ну, можно, конечно, можно сказать. И это, там, на кого-то еще. Конечно, когда ты начинаешь, меня очень много сравнивали с Шориным, с Федором. Для меня это мастера, для меня это сравнение очень лестно. Вот, поэтому я, конечно, этим гордилась, тем более мы с Мариной тогда дружили. Ну, как бы и сейчас дружим, просто в тот момент вот эту серию. Естественно, там, может быть, что-то я заимствовала, потому что дружба, она, в любом случае, человек талантливый, и ты, в любом случае, заражаешься. Естественно, это тоже может быть, почему нет. Но, в любом случае, потом постепенно приходишь к своему. Когда волнуют материальные вещи, тогда возникает конкуренция. Тогда я хочу славы, я хочу денег, я хочу выше, я хочу быстрее, я хочу больше. А когда тебя волнует именно творческий процесс, именно сам процесс, идея другая. Не добиться славы, известности популярной, естественно, мы как живем в материальном мире, и этого хотят все. Но есть просто приоритеты. Главная проблема вообще начинающих художников – это где взять денег на то, чтобы рисовать, как на это жить. Ответ тут не надо вообще об этом думать ни разу. Просто нужно делать то, что тебе нравится. Не надо ни под кого подстраиваться, не надо ни на кого смотреть. И учиться обязательно нужно. Нет, в плане того, как учиться смотреть, а не копировать. Вот там, этот хорошо продается, я у него сопру вот этот стиль. Можно это попробовать, как примерить платье, подойдет, не подойдет. Но переть, потому что это у кого-то модно, это у него модно, у тебя совсем другое. Степенно вот когда начинаешь расти как художник, как автор, когда ты делаешь не то, что кому-то нравится, не то, что какой-то специально на продажу, а именно то, что тебе нравится, и то, что, ну, как это, то, что твое. То есть на данном этапе развития я могу сказать, что я могу нарисовать абсолютно все. То есть у меня нет каких-то преград, что я какие-то вещи не беру специально, потому что я не умею рисовать. Ну, как вот тогда иногда, там, людей отворачиваешь спиной, или там, руки в карманы, ну, руки в карман, ноги в траву, чтобы не рисовать ни ног, ни рук, и лицо там закрыть чем-то, не знаю, тенью. Вот, то есть нет каких-то проблем, то есть он работал так, и поэтому у художников, художники не продают. Они просто рассказывают о том, как классно, то, что они делают, искренне гордятся вот этим. Ну, видно, потому что в энергетике чувствуется, что картина любима. Субтитры подогнал «Симон» Как я ни старался, мне не удалось заставить Анну разоткровенничаться на тему генеалогии творчества, но имеется в виду хотя бы о социальном контексте, о проблемах этих жгучих, которые выражает художник. Но, может быть, действительно художник по-другому мыслит? Вот Гатар говорит, надо мыслить экраном, а художник мыслит холстом, как музыкант кончиками пальцев. Действительно так, потому что если бы художник говорил словами и мог выразить все словами, он был бы писателем. И это абсолютно правильно. Давайте смотреть на произведения искусства, а рассуждать о них будут критики и арт-журналисты.